Добро пожаловать в Смарт Алматы! По концепции «город для людей» власти южной столицы делают акцент на пешеходы, создаются комфортные и безопасные общественные пространства и, самое главное, проводят масштабную транспортную реформу, результаты которой мы с вами можем уже оценить. Сегодня дорожное движение следует рассматривать как одну из самых сложных составляющих социально-экономического развития городов и регионов. Поэтому в данной сфере должны использоваться новейшие устройства сбора и обработки информации о параметрах транспортных потоков. Главная цель программы – обеспечение безостановочного движения по улицам мегаполиса. Интеллектуальная транспортная система – это проект очень большой. Один из первых мы впервые в этом году начали разработку комплексного проекта. Это проектирование адаптивных светофорных объектов. То есть каждый светофор будет подключен к центральному диспетчерскому управлению ЦИДУ, где каждый светофор сможет регулироваться диспетчером нажатием, скажем, одной кнопкой регулироваться. Во-первых, потом какая-то группа светофорных объектов будет взаимодействовать между собой несколько групп светофоров. Одна из важных работ в этом проекте – это максимально направить транспортное движение и максимально предотвратить транспортные потоки и заторы. Я думаю, со временем люди будут вынуждены отказаться от личного авто и переходить уже на… либо на общественный транспорт, либо пересаживаться уже на альтернативные виды транспорта, которые предоставляются для жителей города. В данном случае это правильный подход, потому что, как мы сами понимаем, экологическая обстановка в городе Алматы, она не радует особо. То есть стоит учитывать, что и на эту экологическую обстановку очень сильно влияет тот транспорт, который с каждым годом, то есть увеличивается тот поток автотранспорта, он с каждым годом не уменьшается, он наоборот в разы растет. То же самое, те же самые выбросы воздуха, как бы катастрофически влияют на экологическую обстановку в городе. За последние 10 лет развитые страны совершенствуют транспортную политику, внедряют интеллектуальные технологии, которые повышают эффективность и безопасность на дорогах. Отметим, для каждого города должна быть разработана своя структура. Не существует понятия эталонного интеллектуальной транспортной системы. То есть ни один человек к вам не может прийти и сказать, это эталонная интеллектуальная транспортная система. То есть кто-то может похвастаться, сказать, в нашем городе самая крутая система. Ну, сокращенно мы ИТС говорим, интеллектуальная транспортная система, ИТС. Опять же, ИТС, он строится по части необходимости, по части потребностей существующих проблем каждого города. Ведь каждый город, он разный. Количество машин, маршрутов, количество людей, которые проживают, количество вообще инфраструктура, как расположено. У нас в Алма-Ате, вы сами знаете, вверх-вниз мы ориентируемся. То есть ты можешь вверх ехать, либо вниз. То есть велосипедистам вверх не хочется ехать, наоборот вниз хочется ехать. То есть такие вещи. Каждый город, он по-своему. И, соответственно, в каждом городе ИТС разрабатывается по существующим проблемам, для решения существующих проблем именно в транспортной среде. ИТС – это не только крутые инновационные технологии, это еще и умные, адекватные, хорошие и комфортные инфраструктуры города. Велодорожки, комфортные тротуары для просто пешеходов. Данная система основана на специальном программном обеспечении. Анализируя текущую ситуацию на дороге, она моделирует процесс и предлагает альтернативное решение. Тем самым минимизирует, а в идеале исключает влияние так называемого человеческого фактора. Есть умные города развиты, где смарт-лайтинг, проекты, которые могут… То есть вы едете в ночное время, если там один километр, где, например, скорость разрешена 100-120 километров, да, допустим. Вы едете со скоростью 120 километров, а там где-то через 3 или через 2 километра произошла авария. То есть настолько умное освещение, которое может мигать и предупреждать едущих еще заранее водителей. То есть вы едете, а освещение начинает мигать, вы понимаете, что впереди авария или что-то не то, и надо сбавлять скорости и так далее. Ну, то есть таких решений много, можно. Опять же, я говорю, каждое решение внедряется за счет существующих проблем. То есть существует такая большая проблема, которая не решается, под нее точится и делается там какая-то платформа, внедряется какая-то технология, какое-то решение. В Алматы проект разработан Центром развития города и осуществляется совместно с международной компанией ЦИСКО. Функции программы – мониторинг транспортного движения, подсчет проходимости пешеходов по улицам и фиксация свободных мест на платных парковках. Это одно из основных направлений в концепции «Смарт-сити». В этом году были пересмотрены организации движения по восьми улицам. Основные улицы – это у нас Кабамбай, Батыр, Багенбай, Батыр, Макатаева, Гоголя, односторонние. Что было до этого, также по этим улицам ходили автобусы маршрутные, стояли пробки, и они не входили в свое время, в свою графику эти же дела. Сейчас, в этом году, нами внедрены односторонние улицы. Во-первых, общественный транспорт по этим улицам может проехать по графику, без отставания, без перегона своего графика. Во-вторых, мы увеличили транспортную интенсивность транспорта и время проезда запад-восток. Я думаю, эта работа проведена правильно, и мы дали проезд запад-восток с уменьшением времени в пути. Благодаря этому были оптимизированы западное и восточное направления. Сократилось количество заторов на дорогах и увеличена скорость передвижения. Это же ведь хороший результат, по сути. То есть, тем меньше ДТП, тем лучше. Соответственно, вы сами знаете, что ДТП на перекрестках, он опять же зависит на пробки. То есть, он напрямую привязан к тому, что движение в этой области, где произошло ДТП, уменьшается скорость. Уменьшается скорость, заторы увеличиваются и так далее. То есть, транспортная система, она такая, как бы сказать, очень взаимосвязанная друг с другом. То есть, каждое событие может повлечься по другому событию и так далее. Поэтому, тут надо подходить, опять же, с комплексным решением. Если бы вы знали, сколько людей, которые задействованы, просто пешком ходят и изучают просто дорожные движения. Просто изучают, как люди ходят, куда, по какому маршруту, где лучше установить камеру, на какой высоте, где деревья мешают камерам, где, может быть, нужно чуть-чуть обрезать деревья или не нужно, может быть, другую ракурс взять. Это незаметные вещи, такие работы вы не видите. Это не просто взять, просто пришел, кто-то сказал, здесь на этой улице нужно сделать одностроение. Все, я так решил. Нет, такого не бывает. Тут проходит прям колоссальная работа, где прям целая улица Абая или там целая улица Сифульна, да, то есть такие прям Тимирязева. Они прям ходят пешком, люди, все обследуются. Обследуются. На основании обследования, то есть выясняются, выявляются какие-то проблемы на каких-то определенных участках. Опять же, там, мировой опыт, какие-то рекомендации мировых экспертов, это все учитывается. То есть это неспроста просто берется. С 2018 года началась разработка модернизации светофоров. В ближайшее время в городе Алматы планируется установить 450 умных аппаратов. Они будут работать в адаптивном режиме и моментально реагировать на ситуацию на дороге и поток машин. Понятность светофоров, вы знаете, как она работает, но изнутри наверняка не все знают. То есть каждый светофорный объект, который, он же неспроста просто с определенного времени просто горит на зеленый, на красный свет. Есть определенные там программы обеспечения, есть определенный алгоритм, который контролирует переключением того или иного цвета и так далее. То есть на текущий момент в городе Алматы планируется модернизировать светофорные объекты для того, чтобы они, как вы уже сказали, стали чуть более умными, чем сейчас. Помимо светофорных объектов планируется как внедрение неких умных датчиков, как вы сказали, которые могут отслеживать на перекрестках загруженность потоков. Соответственно, за счет загруженности потоков, когда датчик определяет, что в определенном участке загруженность потоков, он на другую улицу может либо уменьшить, либо увеличить таймер для того, чтобы вот этого загруженности в той или иной части улицы, чтобы не было. То есть это основная суть. Одна из целей преобразований на алматинских дорогах – организовать приоритетное движение общественного транспорта. Для него уже на многих улицах города выделены специальные полосы. В сентябре была запущена первая линия БРТ – скоростная автобусная магистраль. Ее маршрут составляет 8 километров. Автобусы ходят каждые три минуты и в часы пик только в одном направлении перевозят более 10 тысяч человек. Сейчас мы видим, у нас с каждым годом растет количество легкового транспорта в нашем городе и создаются заторы. Во-первых. Во-вторых, это развитие общественного транспорта. То есть основная цель – пересадить водителей легкового транспорта на общественный транспорт и создать удобство для общественного транспорта. У нас развивается количество обособленных полос для общественного транспорта, в том числе в этом году. Поэтапно запускаем по улице Тимирязева, Мустафина автобусную линию с элементами БРТ, где уже видно, что на общественном транспорте быстрее и легче и комфортнее доехать, чем на легковом транспорте. Кроме того, с 2015 года за дорожным движением пристально следит диспетчерская служба. Каждая инфраструктура требует обновления и модернизации, во-первых. Во-вторых, мы сейчас должны видеть каждый перекрёсток, знать, что на том или ином перекрёстке творится, чтобы диспетчер уже отрегулировал, где в автоматическом, где в ручном режиме этот перекрёсток. Нововведение разрешило многие проблемы общественного транспорта. Заметно снизились нарушения ПДД, автобусы ходят строго по расписанию, а также система позволила разработать меры по максимальной оптимизации маршрутов в городе. Возьмём улицу, скажем, Абая, проспект Абая. Проспект Абая пересекает много других улиц, пересекающих. То есть, если нужно, диспетчер смотрит, Абая, проспект Абая, там, скажем, в западном направлении, она забита. Диспетчер уже будет по датчикам видеть и может, как в адаптивном режиме, светофор должен сам отрегулировать свой режим работы. Также и диспетчер сможет в ручном режиме отрегулировать, скажем, предыдущий перекрёсток, дать зелёный свет, здесь красный свет, и тем самым рассосать эти пробки. К концу 2018 года планируется завершить первый этап до перекрёстка Тимирязева-Чильтухсан. Второй этап дороги протяжённостью до рынка ЖИТУСУ находится в разработке. До конца года должны завершить проектно-сметные документации. После этого калидор пойдёт по Чильтухсан до Тулиби, от Тулиби на восток до восточно-объездной дороги и по восточно-объездной дороге до рынка ЖИТУСУ. Представьте себе такой город, где одни велосипедисты. Ну, я не думаю, что было бы такое большое количество ДТП, как сейчас, если бы были только автомобилисты. Ну, согласитесь. И ДТП с участием велосипедистов, он не так опасен, по сути, как с машинами. Согласны ли вы с этим? В этом случае, в город, где одни велосипедисты, в принципе, не нужны ТС, по сути. Там вам нужны только лишь светофоры, где проехали велосипедисты направо и налево и так далее. А в том городе, где у нас идет симбиоз различного вида транспорта, где метро, троллейбус, автобус, такси, самокаты, пешеходы и так далее, человек, который переходит дорогу, он тоже участник дорожного движения. То есть человек в неположенном месте перебежал, он нарушил правила. То есть это тоже участник дорожного движения. Еще 10 лет назад жители мегаполиса и представить не могли, что велосипед можно использовать как транспорт для передвижения. В городе не было хороших велодорожек, не говоря уже о велопарковках. При первичном запуске, то есть понятие велодорожка была только по проспекту Абая, который, в принципе, тогда не пользовался особо популярностью. Я думаю, что это ввиду того, что было мало велопользователей, но и то эти пользователи, которые ездили по этой дорожке, это были активные инициаторы, кто поддерживал активный вид спорта и использовал велосипед, личный, наличный велосипед и передвигаясь по велодорожкам. Ну, с появлением Алматы-Байка, то есть увеличилось количество велопользователей, то есть город был понял, что нужны велодорожки, чтобы обеспечить безопасность и правильную езду для велосипедистов. То есть радует, что с каждым годом в городе Алматы появляются новые велодорожки, создаются условия для пользования велосистемой. Теперь специалисты планируют доработать велодорожки с учетом географии города, чтобы охватить весь деловой центр и создать достойную альтернативу общественному транспорту и автомобилям. Алматы-Байк стал составляющим транспортной инфраструктуры, как те же самые общественные автобусы или другие общественные инструменты. Если говорить про Алматы-Байк, то Алматы-Байк у нас был запущен 16 сентября 2016 году. В рамках первого этапа в центральной деловой части центра города Алматы было запущено 50 велостанций с велопарком на 270 велосипедов. В 2017 году при поддержке Акимата города Алматы, также фонда Самрук-Казна, количество станций было расширено 200. На данный момент количество велосипедов составляет 1730 велосипедов. Тенденции пользования очень хорошие. То есть ежедневные прокаты в благоприятные погодные условия составляют 2500-3000 прокатов в день. Это очень хороший показатель, учитывая насыщенность города Алматы. Но вместе с тем у города Алматы есть географические особенности. То есть у нас есть такая тенденция, что все велосипеды с верхней части города съезжаются в нижнюю часть. То есть утром, после 8 часов утра все велосипеды с Альфа-Рави у нас съезжаются, остаются на Абае. То есть техническая служба у нас, которая работает с 8 утра практически до 5 утра. В 8 часов у нас происходит пересменка. Они занимаются тем, что выявляют сломанные велосипеды и поднимают все велосипеды, спущенные снизу. То есть с Абае или с нижних станций, они все велосипеды выгружают на верхние станции. В данном направлении мы сейчас ведем полную активную работу. То есть понимаем, что это географические особенности города Алматы. И никому, как бы, немногие пользователи изъявляют желание подниматься на велосипедах с нижней части, то есть с верхней части. У нас есть техническая группа, состоит она из механиков, водителей. Вот работа водителей техников. Работа водителей техников заключается в том, что каждый день они с 8 утра до 4 утра, грубо говоря, круглосуточно они дежурят на линии по всему городу и следят за техническим состоянием велостанций и всех велосипедов в городе в целом. Подучается, они приезжают на станцию, выявляют поломки велосипедов, привозят нам на мастерскую проекта «Алматы Байк». Там мы, механики, занимаемся ремонтом велосипедов. В день, в среднем мы ремонтируем 20-25 велосипедов в день, да, в зависимости от сложности ремонта. Самые основные ремонты у нас проводятся, допустим, с колесами. Так как у нас велодорожки не везде, не во всех улицах города Алматы, спускают колеса, меняем камеры. Также следующий ремонт у нас идет тормоза, поскольку там 80% наших пользователей идут сверху вниз. И из-за этого на велосипедах тормозные суппорта, они стираются. Из-за этого мы особое внимание обращаем на тормоза велосипедов, поскольку безопасность наших пользователей – это приоритет нашей работы. Основной акцент мы ставим на это. Велосипеды Алматы Байк весят 24 килограмма и выполнены из хромированной стали, а также защищены антивандальной системой. Каждая деталь байка индивидуальна и не подходит ни на одну другую модель. Система у нас очень устойчива к погодным условиям. Бывают такие жалобы, которые нам пишут, что мы не воспринимаем их как жалобы, мы воспринимаем это, что люди переживают за системой, пишут нам такие обращения, как «Почему вы не прикрываете велосипед? Они могут проржаветь». Велосипед у нас очень прочный, то есть в конструкции велосипеда используется элемент, который используется в авиации, и он придает крепкость велосипеду. Велосипед у нас вообще производство в Франции, рама у нас производится в Португалии, в заводе «Декатлон». Это очень мощный гигант по велотранспорту. Остальные детали – это бортовые компьютеры, производятся все во Франции. То есть там все продумано, и многие почему-то думают, что корзина переднего велосипеда, она в первую очередь нужна для того, чтобы люди перевозили какой-то багаж, груз, сумки свои. Но в первую очередь задача корзины – это безопасность. То есть при лобовом столкновении весь удар приходится на эту корзину, что многие не воспринимают. Также велосипед у нас оснащен передними и задними фонарями, которые загораются при езде. То есть ночью, когда вы едете на наших велосипедах, на мото-байке, вас легко могут видеть, потому что горят передние фонари, задние габариты. Также весь обод передних и задних, колес, они оснащены светоотражающей полоской. То есть когда вы едете, видны отражающие ваши колеса, передние и задние габариты, то есть все горят. Это как самостоятельный уже вид транспорта. Чтобы воспользоваться прокатом «Алматы Байк», необходимо пройти регистрацию через отделы продаж либо с помощью смартфона. Приложение «Алматы Байк» очень удобно тем, что вы, допустим, скачали мобильное приложение «Алматы Байк». Вы, находясь, допустим, вы знаете самую ближайшую велостанцию, сколько там велосипедов, сколько свободных слотов. Если вы пользователь нашего проекта, в первую очередь, как бы, вы должны подойти к велостанции, посмотреть, в первую очередь, на техническое состояние велосипеда. Нажать кнопку «Ок» там выявить, предъявите карту, у вас у каждого пользователя есть AirFit карта, предъявляйте AirFit карту, у вас потребует у каждого пользователя также есть свой пин-код. Внедряйте пин-код и ждете пока голосовой сигнал. В нашей велостанции, допустим, есть информационная доска, там у нас есть колл-центр, операторы, вы, если какие-то поломки, допустим, вы увидели, вы можете туда позвонить, предупредить, на какой станции номер велосипеда. В каждом велосипеде есть бортовой номер, вы говорите, на такой-то станции есть номер, такой-то велосипед, там спущено переднее колесо. Мы, наши операторы, сразу эту поломку выявляют и сообщают технической группе, и мы быстро стараемся устранить поломку. Напомним, за определенные нарушения налагается административный штраф. К примеру, если вы вернули велосипед на станцию по истечению суток с момента получения, придется заплатить 5000 тенге плюс фактическая стоимость аренды байка. В случае повреждения, поломки или потери велосипеда сумма определяется отдельно. У нас есть такие пользователи, которые и вправду отказались от автотранспорта, которые работают в финансовых организациях, то есть у нас есть такой активный пользователь, его зовут Арман, и он говорит, что да, я отказался от машины, потому что мне, я продал машину жены, свою отдал жене, то есть, а сам передвигаясь на велосипеде, мне не надо платить за страховку, мне не надо, говорит, за ГСМ переживать, мне не надо, за ее безопасность, за ее парковку переживать. То есть я сел на велосипед, приехал и уехал. Есть такие люди, которые уже отказываются, так как он сам работает в финансовой услуге, я думаю, что он отказался от своего транспорта чисто в экономических выгодах, то есть для сохранения семейного бюджета, то же самое. Для велосипедистов создали безопасное передвижение на спецдорожках, проходящих вдоль проезжей части. Специальные столбики-отбойники не позволяют автомобилистам выезжать на велополосу. Пока защита установлена по улице Шевченко вскоре очередь дойдет и до других частей города. В целом, цель проекта это создать альтернативу автомобилям и общественному транспорту, предоставить жителям города и туристам удобный, доступный транспорт для передвижения. Транспортная реформа, создание пешеходных зон и велоинфраструктуры, введение платных парковок, выделение полос для общественного транспорта и обновления автобусного парка, перевод ТЭЦ на газ – все это направлено в первую очередь на улучшение экологии. Вы смотрели Смарт Алматы. С вами была я, Ахдана Сабыр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!